Всем сразу стало понятно, что все дело идет к социализму и коммунизму. И собрался Комитет национального спасения Финляндии. И молодофины объединились со старофинами. Старафины приняли позицию молодофинов. И они объявили независимость Финляндии. Которую позже уже признали большевики. А еще позже была война с теми же самыми большевиками за независимостью. Я хотел сказать о том, что так сложилась ситуация. Если бы на секунду представить, альтернативной истории не существует. Но вот на секунду представить, что не произошло бы в Петрограде революции. Вполне может быть, что эта дискуссия Финляндии еще какое-то время продолжалась. И еще неизвестно к чему бы она пришла. Поэтому мы сейчас, конечно, говорим и спорим, но это в значительной степени интеллектуальный продукт. Да, мы обсуждаем ситуацию, в которой мы находимся, обсуждаем историю. Но мы не можем провидеть будущее. Мы можем примерно предполагать, что произойдет. Да, глядя, как говорит Даниил, на, так сказать, Молодороссию. Новороссию. А я вообще не понимаю, что такое Новороссия. Слово есть Россия, ударение на второе слово. Откуда взялось это? Если Новороссия, значит, должно быть просто Россия. Молод, Молороссия. Я говорю, в русском словаре, там вы можете узнать, Новороссийский край, куда-то. Ну, вот, сам. Ну, собственно, я забыла, что для русских людей в Новороссии понятное слово. Да, мы Россия. Я, фактически, говорят, Новороссию. В России, получается. Мы можем выставиться, да, и перевести, может быть, наш диалог, перевести, может быть, наш разговор в некоторое более проективное измерение, да? Вот, и мне тоже очень интересно было бы послушать и публику, да? Ну, самому поговорить хочется. Ну, сам я просто ограничусь, ограничусь вот таким утверждением, может быть, теоремой, да, что либо Россия стала полноценной федерацией, либо она рассыплась. Надо дефиницию уточнить, что значит полноценная федерация. Ну, как они? И словно, что, рассыплется. Да даже американские историки считают империей. Рассыплется на что? На литеративной республике. Германия, все земли... Слушайте, дело в том, что на Ниилу, скоро надо будет действительно уходить, и так, слава богу, пускай будет. Давайте, да, вот сейчас у меня есть три БРИЦ-вопроса, которые я, если бы ночью, хотела в формате БРИЦ, чтобы каждый из вас ответил. Так вот, коротко формулируя, Шотландия выиграла или проиграла то, что произошло в итоге? Выиграла? Выиграла. Кто? Нет, конечно, она тактически проиграла, она стратегически выиграла. Считаю, что там есть разное мнение, но она выигрывает. Может быть, еще не раз. То есть сейчас процесс происходит? А мы сейчас выигрываем. Ведерализация идет. С вами про СЕ, прослушал, ты о ком сейчас говоришь? Шотландия, Шотландия. Мы говорим о том, что Шотландия проводила референдум, и по факту отделения некого не произошло, о котором шла речь, да? Но, тем не менее, они получили аналогичное полномочия. Как раз следующий вопрос у меня был про такой механизм движений, ну, в общем, регионализма, да, реператизма, называйте, как хотите, как референдум, да, воли заявления. Мы сейчас наблюдали разные варианты. Мы наблюдали референдум в Шотландии, который так или иначе состоялся. Мы наблюдаем запреты на проведение референдума в Каталонии. Мы знаем примеры других государств, где референдум по разной причине невозможен, и мы выделили референдум в Крыму. Вот если избавиться от таких-таки эмоциональных оценок, да, там, не используя интернет-лексику, которые уже возвращались, вообще, то, что касается референдума в 2014-го года, и то, что касается референдума как механизма для того, о чем мы сегодня говорим, вот ваше отношение? Ну, референдума, да, один из механизмов. Он, если проведен демократически и по международным правилам, присутствие международных наблюдателей, является наиболее легитимным и в меньшей степени ведет к каким-то кровавым исходам. То есть, кайтерия, это некие вот демократические правила? Демократия, это процедура, да. И референдум, это, безусловно, демократическая процедура. И в этом смысле референдум предпочитет, безусловно. Всех других механизмов. Я подписываюсь под кайтер. Ну, я думаю, что самый корень этого вопроса, вернее, узкое, скользкое место этого вопроса, что касается референдума в Крыму и в Донбассе. Потому что понятно, что в Шотландии даже Лондон не оприцал этого права. Тут в Испании есть некая коллизия. Но каталонцы могли давить дальше, просто решили этого не делать. Глядую, что они провели референдум, никакие войска бы никто не бьет. Они сами поняли, что у них еще нет для этого забора и силы. Касательство референдумов там, где они прошли с максимальным количеством нарушений. С моей точки зрения, все равно это референдумы. Потому что если бы украинское правительство предоставило возможность провести по всем правилам референдума, а тут бы прибежал стрелков и все карты спутал, тогда мы могли бы говорить о том, что от нарушенного изъявления этих регионов. С моей точки зрения, то, что эти регионы все-таки в массе, особенно Крым, в Новороссии еще, наверное, отличались разные районы друг от друга, и видно по карте сегодняшней. Но в целом, то, что прошли референдумы, в которых приняло участие, как я понимаю, все-таки большая часть населения, и она в общем была лояльна тем результатам референдума, которые были затем объявлены, никаких акций гражданского неполновения массовых я не наблюдал, это позволяет говорить с моей точки зрения, уважаемые коллеги, с моей точки зрения, о том, что в данном случае данные регионы, в тех условиях, в которых они находились, изъявили свой уровень таким образом. И для меня это является основанием для того, чтобы говорить о том, что они имели на это, то есть что эти последствия соответствуют их понятому собственному праву на осмотрение. То есть, я с вами референдум, я считаю, он является единственным, о по-настоящему легитимном основании засмотрения региона. А я не убеждена в этом, хотя бы потому, что, например, мне как-то очень не согласны, например, с Павелом Навальным, который сказал, что судьба Крыма, вот там надо провести человеческий референдум, и тогда все решится. Да, это легитимная форма, но давайте смотрим, все вы здесь, что, например, любой еще от 18 лет имеет неотъемлемое право вступать в брак. Но мы знаем, сколько... Да, из 14 лет где-то. Значит ли это, что не бывает вариантов с браками, которые оказываются хреновым результатом, и лучше бы было в этот брак не вступать. Например, человек может быть в пьяном виде его могут женить, например. Такое тоже было. Ну, всегда обычно так и происходит. Ну, а что вместо референдума, я не готова ответить на этот вопрос, но я не убеждена, что это... Ну, вот референдум — это панация. Может быть, я когда-нибудь... Ну, пойду как-то панация. Ну, продолжая тема референдума, у меня, к сожалению, на 91-й год еще не так хорошо работает моя личная историческая память, но вы, Вадим, недавно писали в статье про ИТЭТ, который проводился к тому в 91-м году. Вот можно попросить для публики озвучить? Да, это был первый референдум в СССР, причем даже с привлечением тогда ООН-овцев, международных наблюдателей, когда он состоялся, как-то 20 января 91-го года, в Крыму состоялся референдум с вопросом о том, что Крым хотел стать союзной республикой, не автономной, а союзной республикой и субъектом подписания союзного договора. Ну, когда вот там новогорёвский процессор, вот, Горбачевский шёл, вот, больше 90% за это проголосовало. Однако этот референдум Горбачёв не признал. Он не хотел портить отношения с Украиной, вот, потому что, как бы, Украина полагала, да, одним из ключевых подписантов союзного договора. Украина так очень хитро поступила. Они признали этот референдум в феврале, да, то есть в январе был референдум, в феврале они признали, да, хорошо, мы переделываем Крымскую область вот Крымскую автономную республику, субъектом Украинской ПССР. Вот, понимаете, тут дьявол в деталях, да, то есть люди голосовали за то, чтобы Крым стал союзной республикой. За отделение Татарии. Ну, как угодно, и просто за то, что они стали союзной республикой, такой же, как Россия, как Украина и так далее. То есть если резюмировать, то люди проголосовали, тем не менее, результаты референдума не были. Тем не менее, да. Получается, что референдума это не идеальный механизм, я тоже не могу. Нет, потому что не идеально, а просто вопрос о том, что признают ли его или не признают. Украинской Петербург.